Здравствуйте! Мы снова на старте дистанции. Впереди обзор спортивной недели на Вологодчине. Смотрите сегодня в программе. Северстали подвели итоги сезона и рассказали о планах на лето. Северянка-2 начала поход за медалями высшей лиги Б. Сезон американского футбола стартовал под дождем. Стартовал новый сезон в американском футболе. Для команд Вологодской области он начинается с чемпионата северо-запада. Первая игра прошла в Череповце на стадионе «Металлург». На Вологодчине две команды по американскому футболу. В Вологде викинги, а в Череповце носороги. Обе любительские. Играют в них исключительно энтузиасты этого вида спорта. Череповецким носорогом в этом году, кстати, исполняется уже 10 лет. «Привлекаем как? Познакомств. Ну, кто-то друзья видят. Вот, видите, приходят на наши матчи поболеть люди, трансляции, сарафанное радио. Плюс какую-то небольшую делаем рекламу своими силами. Вот, конечно же, всегда ждем в команду новых новичков, но приходит очень мало. И, скорее всего, побольше. По той причине, что не знают о нашем спорте, что у нас в городе есть». «Оказалось, еще в 14 лет сразу этот спорт меня привлек к тем, что здесь он очень взятыменский, на самом деле, считается. Несмотря на удары, здесь нету каких-то подлостей, удары спасти, стежка, симуляции. И когда ты упал, тебя могут поднять. И то, что здесь очень нужно быть сильным атлетом, потому что приходится и бегать, и получать удары. Все тело натренировано, и приходится держать себя всегда в тонусе». «Спорт индивидуальный. От молодого до великого могут тренироваться, и большие, и маленькие. У каждого своя позиция, на которую он отыгрывает. Линии защиты и нападения – это большие обычно ребята, крепкие, принимающие, бегущие. Это обычно молодые, легкие ребята, которые могут быстренько уйти от захвата и пробежать как можно дальше». В чемпионате северо-западного федерального округа участвуют четыре команды. Мот из Санкт-Петербурга, викинги из Вологды, носороги из Череповца и оружейники из Петрозаводска. Матчи проходят в формате 8 на 8. Череповчане и волокжане стартовали матчем между собой. Погода, с одной стороны, благоприятствовала началу матча. Газон стадиона уже освободился от снежного покрова. С другой стороны, послала испытания футболистам, судьям и зрителям в виде весеннего дождя. Но это не препятствие для тех, кто так предан американскому футболу. «Тренировки у нас общекомандные два раза в неделю проходят. Ну еще лично каждый сам выбирает для себя. Кто-то больше, кто-то поменьше. У меня выходят именно четыре тренировки в неделю. Это непосредственно перед сезоном, когда готовлюсь. Все, извините, мне пора выходить. Игра получилась захватывающей. Череповчане с самого начала имели игровое преимущество. И постепенно подтвердили его набранными очками. Итог матча 33-14 в пользу носорогов. А в этом сезоне еще будет турнир, в котором череповчане и вологжане смогут объединиться. Задача в этом сезоне сыграть как можно больше матчей, ой, турниров, простите. Летом мы будем уступать как сборной Вологодской области вместе с командой из Вологды, с викингами, которыми сейчас играем в турнире первой лиги «Кафл». Чемпионат Северо-Запада по американскому футболу продлится до конца апреля. Финальный этап чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б» стартовал в Череповце. «Северянка-2» начала его с побед над соперницами из Иркутска и Пензы. Первый финальный тур чемпионата высшей лиги «Б» будет проходить в спортивном комплексе юбилейных течений шести дней. Участвуют по три лучших команды по итогам предварительного этапа в группах «Центр» и «Сибирь». Здесь все начинается с нуля, то есть команды выступают в финале без учета набранных очков. Кроме Череповчанок, зону «Центр» представляет университет «Визит» из Пензы и Брянск. Из зоны Сибирь приехали амурские тигрицы из Хабаровска, Динамо Владивосток и локомотив «Ангара» из Иркутска. Напомним, что «Северянка-2» успешно выступила на предварительном этапе, выиграв 27 матчей из 28, что делает ее одним из главных претендентов на чемпионство. Подготовка к туру прошла хорошо. Были равномерные тренировки, отдыхали, восстанавливались и постепенно изучали соперника, готовились ко всем. Первый соперник «Северянок» – третья команда Сибири «Локомотив-Ангара». Череповчанки очень уверенно провели два первых сета. В середине партии они уходили в отрыв в счете и спокойно доводили дело до победного завершения. В третьей партии интрига сохранялась до последнего розыгрыша. И все-таки вновь лучше сыграли хозяйки зала – 25-22. Итог матча 3-0. Первая победа «Северянки-2» в финальном этапе. Нам удалось победить 3-0. Очень помогла слаженность в коллективе. Сыграли очень дружно. Атмосфера в команде великолепная. Наверное, это сделало свое дело. У нас получилось играть комбинационно. И подсказки тренера были своевременные, что тоже внесло свою лекту. Сложно было все. Во-первых, концентрация, потому что это первый тур за долгое время, который дома, еще и финальный. Также первая игра. И так как мы раньше не встречались с этим соперником, поэтому мы больше погружались в разбор. И, я думаю, было сложно как раз первые мячи собраться. Но, я думаю, мы справились с этим. Вторым соперником «Северянки-2» в финальном туре стал университет «Визит» из Пензы. Это команда, которая нанесла Череповчанкам единственное поражение в сезоне. А на старте финала обыграла лучшую команду зоны Сибирь-Амурских тигриц. Первую партию медицинская команда начала очень агрессивно и заставила «Северянок» себя догонять. С этой задачей Череповчанки справились. В итоге команды практически вровень. Вошли в концовку сета, где и решающие розыгрыши оказались в пользу «Северянки-2». Далее Череповчанки уже доминировали на площадке. Хорошо получались комбинации, сложно для соперника летела подача. Как следствие, уверенная победа «Северянки-2» в матче со счетом 3-0. Самое главное – это тактический разбор. Мы готовились к этой команде и держали концентрацию всю игру. Играли командно и просто. Но мы на все игры выходим заряженные, с эмоциями по максимальному. Перед игрой тоже готовились эмоционально. Поэтому с первых розыгрышей были готовы выигрывать. 9 апреля стартует финал чемпионата России в высшей лиге А. Первый финальный тур пройдет в Череповце, так решила Всероссийская Федерация волейбола. По регламенту чемпионата России право на проведение финалов имеют две лучшие команды по итогам предварительного этапа. Первые два места заняли «Калининградский локомотив-2» и «Петербургская корабелка». Однако «Калининград» и «Санкт-Петербург» отказались от такой возможности, так как их игровые залы в эти сроки могут быть заняты играми плей-офф Суперлиги, в которой выступают «Локомотив» и «Ленинградка». Поэтому право принять финальные туры перешло к «Амичке» и «Северянке». В Череповце игры первого финального тура состоятся с 9 по 14 апреля, а в Омске матчи пройдут с 23 по 28 апреля. Напомним, в финале сыграют шесть команд с учетом ранее набранных очков на предварительном этапе. «Северянка» пока занимает четвертое место, но отставание от тройки лидеров всего три победы. Следовательно, вмешаться в борьбу за медали реально, особенно учитывая пять матчей на своей площадке. «Локомотив-2» переживает «Северянку» на семь побед, у «Корабелки» на шесть побед больше. Эти клубы догнать практически нереально, шансы на данный момент только математические. «Конечно, мы готовы бороться за медали. Я думаю, ничего еще не потеряно. Нужно выходить и показывать свою игру. Я думаю, что мы сейчас в хорошей форме. Мы постараемся набрать еще больше качества игры на этапе подготовки к турам. Стены помогут. Болельщики – это наша сила, наша поддержка. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Мы еще дадим знать о себе на финальных турах». «Там, конечно, есть минимальный шанс. Но я не говорю пока об этом, потому что это рано. Надо планомерно идти игре к игре. Вот сейчас мы будем играть дальше. Вот там надо уже понимать и доставить задачу, что мы можем догнать и выйти в бронзу. Но надо, конечно, играть гораздо лучше. Потому что финальная шестерка, сами понимаете, это не Липецк и не Анапа». Клубный рекордный зрительский ажиотаж – большие планы на новый чемпионат. В хоккейном клубе «Северсталь» подвели итоги сезона. Пятое место в западной конференции и выход в плей-офф – такой результат вполне удовлетворил и руководство клуба, и болельщиков. Естественно, в совокупности с сопутствующими факторами. Главный из них – комбинационный атакующий хоккей. «Сезон был хороший, отличный, динамичный, скоростной, молодежный. Зрителю понравился, зритель пришел на трибуны, поставили много рекордов и как по посещаемости, так и по спортивным каким-то показателям, по забитым шайбам, по всему остальному. В принципе, только одни положительные эмоции. Плей-офф говорил уже не раз о том, что команда формировалась, поменялся у нас тренерский штаб. Попадание в плей-офф было уже, скажем так, можно сказать, и традицией четвертый сезон подряд, с одной стороны. С другой стороны, надежды были, соответственно, они случились, но то, что не прошли дальше, это уже другие, скажем так, критерии или другие силы вмешались в это. До концовка чемпионата, которую мы провели, она была положительная. В плей-офф, к сожалению, мы не смогли показать ту игру, на которую мы рассчитывали. Собственно говоря, и все. Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев считает цели на этот чемпионат достигнутыми. Он продлил контракт на следующий сезон и уже разрабатывает варианты усиления игры своих подопечных. Состав команды сохранен практически полностью. Покинет череповец только защитник Михаил Тихонов. Сочетание у нас есть, видели, как они работали, есть наигранные связки. То, что касается усиления, то, конечно, безусловно, мы сейчас над этим работаем, и, конечно же, не будут эти усиления, и процесс этот идет в полном ходу. Конечно, игра развивается, двигается вперед, и мы тоже развиваемся, ищем различные моменты, в чем мы можем улучшить нашу игру, в чем мы можем удивить соперника. Это постоянный процесс идет, безусловно. Также главный тренер «Северстали» подтвердил, что лидеры команды Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин точно остаются в Череповце. Да, как мы и говорили, эти ребята остаются, и на следующий сезон они здесь проведут, и будут радовать болельщиков, надеемся, что это свои игры. На минувшей неделе «Северстали» заключила новый однолетний контракт с 34-летним канадским защитником Марком Барберио. Кроме того, в команде остаются все три голкипера. Костя уже восстановился полностью, а Дима уже находится в заключающей стадии реабилитации, он восстанавливается, и Сэм-Сэм готов, и у нас мы вступаем в сезон с тремя, с хорошими порталями, отличными. У «Северстали» была самая молодая по возрасту игроков команда в континентальной хоккейной лиге. Скорее всего, так будет и в новом сезоне. Поэтому важный аспект работы тренеров – разностороннее развитие молодых хоккеистов. Мы готовим, мы готовим, и пытаемся до ребят донести о том, что подготовка, она всецелостная, и здесь не только физическая подготовка, техническая подготовка, но и подготовка, как человек питается, как он отдыхает, какие книги читает. Вскоре хоккеисты отправятся в отпуск, после чего им предстоит индивидуальная тренировочная работа. А то, что индивидуально и планы, да, у нас будут подготовлены, они уже готовы, и ребята будут заниматься специальным программой, которые будут учитывать их индивидуальные особенности. Снова всей командой для подготовки к новому сезону черепаевские хоккеисты соберутся уже только 1 августа. Сейчас ведутся переговоры для того, чтобы опять провести сборы, мы в Патриот туда выезжаем, только они будут немножко короче, будет не 3 цикла, а 2 цикла. Будет еще, мы уже договорились, то, что мы участвуем, в том году мы участвовали только на одном турнире, в этом году будем участвовать и в Уфе, и надеемся, что нас пригласят на традиционный турнир в Санкт-Петербург. Уже разная подготовка, и вы знаете о том, что внесли корректированные КХЛ, то, что с 1 августа сейчас сдвинуты сроки для подготовки, поэтому тоже это мы будем учитывать, и, конечно же, это внесет в подготовку некие изменения. Сезон регулярно начнется в начале сентября, и он продолжится до конца марта, то есть чуть-чуть растянется сезон, то же самое количество игр 68, и, соответственно, плей-офф перейдет уже апрель-май, то есть контракты и сам розыгрыш Кубка Гагарина закончится до 31 мая, поэтому такие сдвиги и произошли. Это все о спорте на сегодня. Снова на дистанцию выйдем через неделю. До встречи и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!